Но и студенты таможенной академии, политехнической университеты, потому что наш корпус, общежитский кампус, больше, чем контингент тех, кто нуждается в общежитии. Поэтому все общежития находятся не то что в шаговой доступности, но 3 минуты надо идти от общежития до места учебы. То есть даже ни транспорт общественный не понадобится, все рядышком. Ну и как мы говорим для студентов и российских, ну и абхазских тоже, рядом огромный гипермаркет, 24 часа в шаговой доступности. Можно вообще жить, никуда не выходить на этой территории, все свое время проводить. Но это конечно вы не будете делать, я участвую в Петербурге, у вас будет куча соблазнов, вариантов того, как провести время поинтереснее, чем в общежитии. Но тем не менее, в общежитии это очень важно, всегда родители начинают, какие там условия? Какие условия? Я всегда не стесняюсь, условия студенческие, то есть абсолютно все зависит от студента. Есть у нас студенты, которые превращают свою комнату просто в исключительное место отель 5 звезд, а есть, которые превращают свою комнату в место, где самим страшно находиться. Это все, мы вам предоставляем комнату, душ, туалет, все, что необходимо, учебные комнаты, учебные классы, спортзалы, прачечная, все есть. Но внутри это ваше дело, мы туда не залезаем, хотя иногда у нас бывают рейды и заставляют нас учить студентов, как прибирать. Но я надеюсь, вам не надо учиться, как прибирать, хотя все говорят, да, да, я вообще самый большой любитель порядка из всех. А потом, это среда такая. Ну нет, не хочу вас пугать, но просто, ребят, в комнатах, конечно, мебель минимальна, кровати, шкаф, окна, занавески, обои, все, что вам нужно украсить, это ваше право. Мы на это, мы ваш дизайн не контролируем. Ну, что касается условий, комфортно, спокойно, абсолютно безопасно, все общежития, и как и учебные корпуса с контролем доступа, то есть вход только по картам, и в университеты, и в общежития, везде тревожные кнопки, но они обычно не нужны. У нас вообще университет, мы его называем интернациональный, у нас более чем из 65 стран студенты учатся, и у нас, ну, кажется, это процент маленький, но это так кажется на самом деле. Почти 15% иностранные граждане студенты, хотя вы к нему относитесь, мы по большому счету относим к иностранцам, но те, которые гражданство иностранное, это понятно, но это те, кто не владеет достаточно русским. Вы там вообще сольетесь, никто не узнает, абхазовый или российский гражданин, а хотя бы, наверное, тут многие российские граждане по совместительству. Так что, если вы переживаете за какую-то там, ну, может быть, опасность, что вы перейдете в чужой город, там, в чужую страну, поверьте, никакой разницы вы не почувствуете, абсолютно комфортно, тем более, это Петербург. Это не такой город, где принято показывать какие-то негативные черты русского характера. Там принято подчеркивать, постоянно культурная столица должна быть. Я вот недавно ехала в трамвае, и две женщины ссорились друг с другом. И одна другой, как вы смеете ссориться, вы же в петербургском трамвае. Мы сразу прекратили, им стало стыдно, что они в петербургском трамвае ссорятся. Поэтому там такая публика приличная, тем более, это даже не какие-то, знаете, новостройки, жилые комплексы. Это центральная часть, где все очень и как бы достойно. Но уж не говоря о преподавателях. У нас на 90% все преподаватели имеют степени, ученые звания. Конечно, как во всех российских вузах, это в основном контингент такой 60+. Ну, вы знаете, преподавательская среда, она формирует такую потребность в том, что молодому человеку достаточно сложно удержаться. Я вам хочу сказать по своему опыту, там дедовщина в университетах присутствует. Поэтому молодые редко выдерживают, а старые закалки профессора, они свои места удерживают очень плотно и никому свои места отдавать не хотят. Но это и неплохо, потому что профессора у нас такая достойная, к которой и учиться, и пример брать в них полезен. Ну, ребят, давайте чуть-чуть разбавим. Ну, ребят, я тут, родители тоже, не обижайтесь, да, господа? Я тут больше ориентируюсь на потенциальных абитуриентов, рассказе, и поэтому я вас тоже буду иногда, ребятам, интересовать. Чуть-чуть мою болтовню, чтобы вы отдохнули от моего голоса. Давайте, может, я все рассказываю, это неправда. Посмотрим картинки, посмотрим видео о нашем университете, 15 минут, а потом уже продолжу я вам рассказ, и уже буду немножко больше рассказывать о студенческой жизни. Просто наш университет уникальный тем, что последняя вот мысль, чтобы точно уже заманить вас в свои сети, уникальный тем, что он, по идее, технический вуз. Но я не знаю, когда это произошло. Наш вуз иногда, мне кажется, ну, может быть, кто-то из вас знает, в Петербурге есть университет физической культуры имени Лезвых там. Там готовят профессиональных спортсменов и тренеров. Иногда мне кажется, что надо наш университет назвать Лезвотехнической и физической культурой, потому что у нас очень развит спорт. У нас 70 видов спорта, 70, ну, правда, заведующий кафедр, говорит, надо говорить 81, но я знаю 70 точно, а 81 он туда включает и киберспорт, и многое, что еще, что еще не входит в олимпийские виды. Так вот, 70 видов спорта имеет профессиональных тренеров международного класса. У нас очень сильная кафедра физической культуры. Ее возглавляет чемпион СССР по автогонкам. И он единственный у нас в России организовал студенческую команду автогонщиков, которая выступает на мировом уровне. И на российском уровне эти чемпионаты занимают очень высокие места. Причем у нас своя и база тюнинг автомобилей. Они сами готовят автомобили гонкам, они сами на них ездят, они сами их ремонтируют, они сами бесконечно занимаются изучением технической части и технологической части. И вот наши автогонщики, это такая наша гордость, потому что их готовят действующие чемпионы России по автораде. И господин Воронин, он когда им ставишь плохие оценки, приходит и говорит, как тебе не стыдно. Вообще у нас очень проблема со спортсменами. У нас группа поток, 100 человек, 50% на месте, 50% на сборах. И постоянные проблемы с тем, что спортсмены у нас имеют очень много привилегий, потому что ставишь им двойки, приходит их тренер. Как везде. И смотрит на тебя. И говорит, как, зачем ему это? Я просто сама кандидат экономических наук, я преподаватель капитана лесной политики, экономики и управления. Прошу прощения. Я совсем...